Какие монеты СССР 2 копейки ценные? Как нам определить дорогую монету? Какую же монету выделить из общей массы ту монету, которую можно дорого продать? Эти вопросы, которые поступают ко мне каждый божий день в личку. Чтобы помочь вам и не опростоволоситься, не упустить свой шанс найти дорогую стоящую двушку советского периода, я подготовил этот обзор, который, посмотрев до конца, вы не только сами научитесь определять раритеты, но и научите своих друзей. Ну а найти там 500, 1000, 2000 долларов в своей копилочке или шкатулочке, согласитесь, ребят, неплохо. Меня зовут Олег и я нумизмат. Подпишись на этот мощный нумизматический канал, поставь лайк и поделись обязательно этим роликом со своими друзьями. Им будет оно точно полезно. Ребят, наконец свершилось, у меня освободилось время, немножечко у меня оно появилось и я решил продавать свои монеты, начать продавать, поделиться ими с вами. У меня их достаточно большое количество собралось, очень много шикарнючих, вообще классных монет, но чтобы сейчас не забирать ваше время, те, кто хочет приобрести классные монеты Советского Союза и монеты Императорской России, пожалуйста, переходите по ссылочке внизу на мой второй канал, на мой второй, который называется просто Монеты. И там я сделал полный, подробный обзор этих всех монет, которые буду продавать. И это, ребята, только начало. Среди колоссального разнообразия монет Советского периода номиналом 2 копейки, конечно же, есть очень дорогие монеты и есть простенькие, которые есть практически у всех коллекционеров и продать такие монеты крайне-крайне сложно. Монеты можно продавать, если они обычные, только вот в таком отличном штемпельном состоянии, тогда эти монеты, в принципе, любые года можно продать на аукционах. Начнем мы с монеты 2 копейки 1958 года. Безусловно, это пробные монеты, которые стоят 25 тысяч гривен оценка каталога, соответственно, это 1000 долларов, но в реалии, конечно, если монета будет в хорошем состоянии, она может быть продана и за 2, и за 3000 долларов. Это очень редкая монета, поэтому такую монету будет крайне сложно найти у себя в копилке. Что же касается монет 1961 года, эту монету, которую вы видите у себя на экране, вот такая двушечка приятная, у меня их достаточно много, сейчас покажу вам. Есть они и плюс у меня еще в роликах, их я в свое время вот приобрел в достаточном количестве, сейчас потихонечку продаю. Чтобы вы понимали, средняя цена такой монеты 2 копейки 1961 года 10 долларов. По 10 долларов я их свободненько продаю на аукционе вообще на ура. Но в этом году, в 1961 году, есть очень интересные монеты с оценкой 500 долларов и 700 долларов. Как же их отличить? Это монеты на мельхиоре, то есть на кружке от 10 копеек 1957 года. Соответственно, эта монета будет какого цвета? Правильно, белого цвета. И в медно-николевом сплаве на кружке от 10 копеек 1961 года. Она еще дороже. Переходной период это нормальное явление, поэтому эти монеты встречаются довольно редко, но тем не менее, обращайте внимание, переворачивайте все монетки, которые есть у вас в кошелечке. Итак, 1962 год. Это простые монеты, но опять же, снова я вам скажу с полной ответственностью, что оценка там до доллара, это смешная оценка. То есть далеко не 20 гривен стоит монета, если она будет вот в таком штемпельном классном состоянии. 10-15 долларов вообще не напрягаясь, вы выручите за подобную монету в качестве присутствия штемпельного блеска. Самым редким экземпляром может оказаться 2 копейки 1963 года. Его очень легко, ребята, отличить. Достаточно перевернуть монетку с обратной стороны, где герб, и посмотреть, насколько герб отдален от канта монеты. Если расстояние будет довольно большое, цена монеты будет вообще там мизерное, но снова же 1963 год. Это монеты, которые довольно редки в отличном штемпельном состоянии. Но если вам удастся найти вот 2 копеечки 1963 года вот в таком состоянии, да аналогично с 1961 годом по 10-15 долларов уйдут у вас на ура. Но монетки должны быть именно такие. Если они будут затертые и притертые, то до 1 доллара в лучшем случае будет ваша продажа. Но ищите монету, где звезда, то есть весь герб вместе со звездой приближен к канту. Тогда стоимость монеты уже уходит за 1000 долларов. Легко они продаются. Ну и традиционно довольно-таки редкими считаются это 2 копейки 1964 года. Из-за более маленького тиража. Они всегда оценились и в отличном штемпельном состоянии монета может стоить до 100 долларов за одну монету. Да, ребят, я не ошибся. В каталоге написано 100 гривен. Это каталог в гривенах. Но я знаю эти проходы, я их видел лично. Я продавал по 50-60 долларов вот такие монеты 1964 года в отличном штемпельном состоянии. 100 долларов за такую монету легко. Итак, далее. 1965, 1966, 1967 год. Видите оценку, это там 1-1,5 доллара. Опять же, если мы говорим о простых монетах, не штемпельных монетах. Если монеты классные, 5, 6, 7, 8 долларов за монету 60-х годов, вообще без проблем вы выручите. Даже можно об этом говорить, я в монетах 70-х годов. Там 75-й, 72-й, 73-й. Как видите, они уже, в принципе, не особо ценные. Но среди этих всех монет, начиная с 73-го года, вот 77-го, 78-го год, есть монеты, которые очеканены в медно-никелевом сплаве на кружке от 10 копеек, ребят. Это, в принципе, характерный признак большинства монет номиналом 2 копейки. Особенно начиная с 70-х, конца 70-х и все 80-е годы, как видите, эти монеты есть. Они присутствуют. И нумизматы их с удовольствием приобретают по цене в 400-500 долларов. Вообще без проблем вы их продадите, если найдете монету в белом металле. Но, ребят, как же отличить, почему я, кстати, еще снимал этот ролик, потому что буквально сегодня в фейсбуке парень выставил монету 2 копейки, если не ошибаюсь, 83-го года, и пишет, что я ее рту не натирал, она белого цвета, поклал ее на весы, вес 2 грамма. Ну, как она может быть в другом металле, если вес полностью соответствует обычной стандартной монете? Но это еще не главный признак. Всегда, запомните, ребят, что больше к этим вопросам мы не возвращались, на 2 копейках белого цвета всегда будет смещение. Монета не будет идеально ровно, отчеканена по всему, всегда будет смещение, потому что диаметр 10 копеек чуть-чуть меньше, чем 2 копейки. Поэтому всегда будет смещение. Если вам показывают обычную монету белого цвета, вот взяли любую монету, и ровненький, гладенький кант по всему периметру, знайте, это подделка. Только смещение. Это один из определяющих главных признаков для определения монет белого цвета. Также можно выделить монеты бракованные, те монеты, которые с браком. Какие же браки встречаются на монетах номиналом 2 копейки? Первый тип брака, о котором стоит сказать, потому что он оценивается в 600-700 долларов, это монетный брак Инкус. Чеканка залипшей монеты Аверс-Аверс. Цена на аукционах, продажи таких монет могут достигать суммы в 15 тысяч рублей. Ребят, реально, потому что это достаточно редкий брак, но тем не менее. Особенно, что касается монет 90-91 годов, это вообще можно найти в мешке. Если вам предлагают мешок, особенно опломбированный мешок, монет приобрести, приобретайте, перебирайте, и вам может попасться такая монета. Что касается монетного брака, такого как Выкус, это крайне распространенный брак. Очень распространенный. Я видел монеты, на которых по 4 сразу Выкуса, а то и по 5. Поэтому стоимость таких монет, она очень-очень невелика. Если Вам попадутся, да, можно продать, если она из мешка, вот 1991-1990 год. Вот их, да, их еще можно себе не штемпельные. Я продавал там порядка 2-3 долларов за одну монету. По-моему, однокопеечники у меня были. Я перебирал, у меня 3 мешка этих монет. И там было несколько монет именно с таким браком. Немножко удавалось их продать. Но, опять же, это все такое. Если Вы хотите возиться за такие деньги с монетами, не вопрос, продавайте. Ну и давайте не будем забывать о магнитных свойствах монеты. Если у Вас обычная монета, она не должна липнуть к магниту. Например, смотрите, 2 копеечки, прикладывая магнит, она не липнет. Если же Ваша монета 2 копеечки СССР любого года, любого года чеканки, будет липнуть к магниту, Вы ее приложили, она прилипла к магниту, тогда это магнитная монета, либо же слабо магнитная монета. Как правило, это слабо магнитные монеты, то есть липнет к мощным магнитам. Тогда стоимость такой монеты в районе тысячи-полутора тысяч рублей. Есть любители, которые интересуются именно такими монетами. Они собирают именно браки такого порядка. Их можно тоже реализовать на нумизматических аукционах.